Итак, приветствую вас, дамы и господа, с вами Illuminati Insider и сегодня обзор на метод, легкий метод похудания ограничение калорий 28% то есть, ну как бы, начнем сначала скажу свой результат, да мой результат 5 килограммов, 500 граммов всего я похудел и за сколько месяцев, точно сказать не могу но я посчитал, получается этот метод работает приблизительно на 2 килограмма, 200 граммов или 2 килограмма, 400 граммов то есть, такой вес можно терять в месяц как бы, да расскажу сейчас, в чем заключается метод и потом быстренько перейдем к минусам и к плюсам пытаюсь как бы в темпе видео вести теперь, чтобы там не размазывать по 30 минут ролики сами понимаете ну так вот, в чем заключается метод легкого похудания на который обзор сейчас я записываю значит, смотрите я, как делаю я, да то есть, как я делал и продолжаю делать я ем все, что угодно там, ну в основном сначала белок идет качественный да, то есть, как вот на ютюбе скачки советуют, да, там сушку делать так я, в принципе, все это опробировал эти способы, сначала белок качественный потом жиры насыщенные, качественные на третьем месте углеводы в теории, на практике получается не совсем так да, то есть, я, в принципе, ем все на практике то есть, чипсы могу съесть, там, 420 калорий с меньшим количеством жира омега-6 ну, растительные жиры туда добавляю, да, некачественные могу, там, еще что-то съесть вредное, там, даже глютеновый торт могу съесть ну, то есть, все такое, как бы но, самый прикол в том, что я понял, что без подсчета калорий, да то есть, не считая калорий вы не сможете похудеть вот это важно запомнить запишите себе потому что все способы похудеть они просто не работают без подсчета калорий они, вы потом сорветесь все равно слишком много соблазнов, жирной пищей тот же самый виски, 500 граммов это 880 калорий то есть, это, ну, как бы, слишком, слишком, понимаете и невозможно без подсчета калорий в долгосрочной перспективе стабильно худеть и поддерживать вес поэтому, что я могу сказать сейчас я обновлю тут а вот, смотрите все, все ем но я первые два месяца я поставил себе цель просто считать калории да, то есть, я поставил весы и калькулятор и начал считать калории калории считаются очень просто сберетесь по ходу дела главное, чтобы эта привычка выработалась так же, как вы водите машину у вас привычка, там грубо говоря машину сели вы не думаете, как передачи переключать то же самое и тут вы должны выработать привычку постоянно считать калории и, например, мне надо мне осталось съесть 300 калорий да, за сегодняшний день как это очень просто считать например, у меня есть попкорн там 450 калорий я просто переношу запятую 400, получается 4,5 калорий в одном грамме и 300, то количество калорий которое мне осталось съесть за сегодня за сегодняшний день, да, остаток то есть, последние 300 калорий мне осталось съесть я просто 300 делю на 4,5 получаю, например, там 25 граммов, да, грубо говоря и все, 25 граммов просто отсыпал и съел и получается всего 3 минуты в сумме занимает если, ну, научиться считать калории за день 3 минуты из них полторы минуты это чисто загуглить в интернете если не указана калорийность на продукте да, то есть и все, и вот так вот вы просто привычку апробируете как бы подсчета калорий и спокойно худеете и ограничение калорий должно быть максимум 25%, но у меня 28% и вот так я делаю но тут важно понять, что нельзя на такой диете долго сидеть как бы тем более, если у вас 28%, 30% ограничение калорий и так далее начнутся побочки в частности, сон будет нарушаться сейчас я об этом скажу и поэтому я как делаю да, то есть я, например сижу на диете 700 калорий не доедаю да, там это 28% получается ограничение и 800 калорий, если я не доедаю это 100 граммов чистого жира сгорается потому что я спросил у чата GPT и чат GPT сказал, что ну, то есть 1 грамм жировой массы в человеке в среднем это 8 грамм ну, то есть сейчас 8 калорий в одном сейчас в одном грамме человеческой прослойки жира 8 калорий да, то есть получается блядь, что-то я напутал может быть ну, короче 800 калорий не доели делите на 8 и получается вы сожгли 100 граммов жира да, то есть очень просто считать соответственно если 800 не доели там будет 87 если я правильно помню граммов жира в сутки сожгется и вы считаете просто сколько дней вы продержались на такой диете в месяц например у меня получается 22 дня да 22 дня там это например 19 тысяч калорий в месяц и просто делишь на 8 и получается там 2 килограмма 200 грамм 2 килограмма 400 грамм или будет там ну, 2 килограмма ровно, да, то есть это будет точно, я просто сейчас так в памяти не помню, насколько получается конкретно ну, у меня получается 2,200, 2,400 ну, ну вот, значит и это первый момент, да и вот я, значит сажусь на диету и 5 дней не ем, потом я пью виски и в этот день, когда пью виски например, повышаю калорийность на максимум калорий для удержания веса на сайте рассчитывается, сколько калорий там, чтобы снижать вес, надо есть сколько калорий для удержания веса я съедаю максимум, для чего это делается для того, чтобы поднять метаболизм сейчас мы перейдем к минусам, то есть метаболизм опускается и худеется медленнее и чувствуете себя хуже да, и вы съедаете максимум калорий для удержания веса в этот день, и я, значит, пью виски, например, допустим И получается, максимум калорий съедаю в этот день для удержания веса. И следующий день я тоже съедаю максимум калорий для удержания веса. И получается, два дня метаболизм повышается, и потом снова сажусь на диету. И так вот получается, например, 5-2. Или максимум, я пробовал и месяц сидеть, и 16 дней пробовал. Но лучше всего это, если раз в 10 дней пить виски, или раз в 7 дней пить виски. То есть, пьешь виски, на следующий день повышаешь метаболизм. И когда пьешь виски, тоже метаболизм повышаешь, максимум калорий для удержания веса ешь. И потом снова садишься. И вот так вот происходит похудение. И, в общем-то, так я похудел и так худеется. Сейчас перейдем к минусам. Самый главный минус, который я испытал, это нарушение сна в конце цикла похудения. То есть, на 5-й день, на 7-й день, на 10-й день. У кого как, ты просто присыпаешься, и через 2 часа сна, и весь потный, жар у тебя, то есть, тебя трясет, и просто не можешь спать 3 часа. Потом, естественно, клонит в сон, и ты снова досыпаешь. Вот это очень хреново. Бывает, что спишь только 5 часов, уже нет смысла ложиться спать. Думаю, понятно, да? То есть, как бы, досыпать уже нет смысла. Ты сонный весь день ходишь тоже вот это вот. И вот это самый главный косяк и минус, с которым я столкнулся. Сон нарушается конкретно, еще раз повторю. И чем дольше ты на диете с ограничением калорий именно, тем больше вероятность, что сон нарушится. Поэтому больше 5-8 дней диеты я не рекомендую сидеть. То есть, надо именно выходить и поднимать метаболизм. Пить виски, как говорится, ну, вы поняли. То есть, максимум калорий есть. Второй минус – это нет мотивации и сил для творчества создания. То есть, даже это видео мне очень тяжело дается, чтобы его записать там и так далее. Как бы, потому что, ну, мозг не так работает и так далее. Как бы, достаточно хреново себя чувствую там. Ну, я говорю, в основном творчеством тяжело заниматься, создавать что-то там и так далее. И как бы, тебе надо выжимать себя именно. Даже если ты выжимаешь себя, ты не понимаешь порой зачем, для чего. То есть, как бы, мотивация нарушается. Да, и как следствие, просто я целый день бью мобов. Там раньше Genshin Impact бил. Сейчас я удалил эту игру. То есть, там, какие-то другие поехавшие игры, типа Hank Ace Rail, играл тоже, там, бил мобов. Ну, чисто вот такую рутину какую-то делаю, да. То есть, потому что именно творчество, то есть, деградация, можно сказать, вырождение. Потому что творчеством заниматься не получается никак. И бывает, и сил нету. Ну, в основном сил есть, просто для творчества нету сил, да. Мотивации отсутствует. Вот, сейчас мы продолжим. Вот, следующий минус, это то, что ты на этой диете с ограничением калорий становишься такой обиженный, достаточно злой. То есть, я могу напасть. Да, инсайдер, я могу. Ты знаешь, я могу напасть. Привет, инсайдер. Ну, чё там. Давно хотел тебе позвонить, инсайдер. Я могу напасть, ты знаешь. Вот. То есть, мем обиженный алкоголик, на тех, кто смотрел видео. Ну, так вот. Действительно, хочется душить порой людей в конфаче, как бы. Хочется глотку перегрызть, да. То есть, именно такая обида какая-то, типа вот. Там, например, Китикэт там пишет что-то в чате, там. Вот так правильно писать русские слова. Просто хочется взять ему там вот так вот шею, руку на шею положить. Просто ему так вот с двумя руками придушить. Потому что переломить шею хочется, потому что становишься такой обиженный, злой достаточно постоянно. Ну, в основе это в конце цикла диеты, да, с ограничением калорий. Вначале это еще не обиженный, не злой. А в конце уже там, например, на пятый день, на восьмой день, да. После больше восьми дней с ограничением калорий, минус 28 процентов, я не рекомендую, как я уже сказал, да. Ну и вот. И хочется вот именно загрызть, передушить там кого-нибудь. И в конфаче тоже там щел заходит, например, в голосовое, там, начиная просто душить его, там, как бы, подушивать, да, там. Ну, потому что такое обиженный, совершенно злой, как бы. Я могу напасть, инсайдер, ты знаешь. Я могу, я могу напасть. Вот это вот все, то есть, ну, думаю, понятно. Вот еще четвертый минус, получается, у меня просто записано, как бы, я подсматриваю, да, чтобы ничего не забыть. Видео в темпе достаточно было. Отлицательная либидо. Например, там, пять дней на диете сижу, да, то есть, потом пью виски, например. Ну, обычно семь, почему пять дней диеты, потому что в понедельник, например, я выпил виски, второй день я повышаю метаболизм, нормально питаюсь. То есть, и пять дней диеты, да, то есть, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, и в понедельник я пью виски, например. И в понедельник я пью виски, там, Джонни Уокер, там, все дела. Вот, и, получается, метаболизм, как бы, повышается, но сохраняется отрицательная либидо. И я, например, там, включаю телочек, да, то есть, ну, в Телеграм, там, ну, типа эротика, да, там, как они себя трогают, как бы, и просто смотрю на телочек, как бы, и как они там себя трогают, как бы, да, то есть, ну, такая легкая эротика, там, чисто под виски. И просто, цириально мягзость типы, цириально мягзость, да, то есть, как бы, ну, неприятно становится, то есть, смотреть это все, там, как бы, ну, цириально мягзость, то есть, отрицательная либидо, я такой термин ввел, как бы, новый термин, да, то есть, ну, как бы, ну, просто неприятно становится. либидо очень существенно понижается, потому что энергии не хватает, соответственно, минус 28 процентов энергии именно в калориях, это значит, что психической, минус 28 процентов энергии и вообще так в теле тоже минус 28 процентов соответственно. То есть тут чуда никакого нет, будешь сидеть на диете минус 20 процентов, ограничение калорий будет на 20 процентов меньше, поэтому тут прямая зависимость, Думаю, все понятно И вот это основные минусы, там еще есть минусы Но они не критичные С этим можно справиться Сами на своей шкуре ощутите, как говорится Все понятно И плюсы теперь, наконец-то Меньше вес, дольше жить Вообще изначально я начал На диете сидеть, потому что Я поговорил с Оракулом То есть с чатом GTP И чат GTP сказал, что 10 лет 10 килограммов сокращает жизнь На 5 лет жизни 5 лишних килограммов сокращает жизнь На 3 килограмма На 3 года лишних На 3 года жизни Минус И так далее Я подумал, что я же разумеется Я же не дегенерат Если можно просто так С нихуя продлить себе жизнь Почему бы не продлить себе жизнь И не из-за того, что телочки будут давать Если лишнего веса не будет И так далее Понятно, что телочки дают Только тем, у кого бабки есть Абсолютно ни при чем Есть бабки То есть телки тебе дают Вес Вообще тут не важен В данном случае И чисто Чтобы для здоровья Как говорит доктор Берг Чтобы именно прожить Поэтому те, у кого больше 20 килограммов Ну вы обречены Вы уже покойники По сути То есть не хочется как-то Драматизировать ситуацию Но вы реально покойники Больше 50 лет Навряд ли вы проживете Как бы Это факт, понимаете Поэтому надо развиваться Двигаться вперед К чему-то Ну так вот И действительно Плюс в том, что вес упал Значит продолжительность жизни увеличилась И в целом Все остальные плюсы С понижением веса Большая выносливость Там подъем в гору Удыхалка там лучше работает И так далее Вместе с этим Соответственно Вот Плюс Первый плюс Который я ощутил Второй плюс Это то, что Я в процессе диеты Нашел БАТ Который понижает кортизол И бустит тестостерон Я к сожалению взял его Забыл взять его Перед записью видео Сейчас я уже не пойду Хотя можно на паузу нажать Но Этот БАТ Называется Ашваганда Ашваганда Именно 50 мг Витатриенолов Должна быть Доза для взрослого мужчины Который я пью 50 мг Витатриенолов Если масса тела маленькая То можно 40 мг Но вообще 50 мг И Если речь идет о повышении тестостерона Тогда люди даже 100 мг Употребляют Но это в основном качки Для повышения тестостерона И наращивания мышц Обычному человеку 50 мг Достаточно будет Ну так вот И Действительно я заметил Что Я стал невероятно спокойным Если до этого Я просто грыз ногти Постоянно Нервный тик был Когда Калорий Еще не хватает То теперь я просто Невероятно спокойный По мне может быть Не скажешь Там понятно Но не обращайте внимания Там Действительно Невероятное спокойствие Как бы От этого БАДа Ашваганда 50 мг Всем рекомендую Я потом Отдельное видео сниму То есть аналитика Это лучший БАД Который я пробовал И тестостерон Действительно повышается Либидо Хоть немного появилось То есть действительно Если включить сейчас Стелочек Смотреть на них Как бы Можно даже возбудиться Либидо появилось Вот А до этого вообще Либидо не было Поэтому это Супер БАД Действительно Ашваганда 50 мг Вот Потребляйте И картизол Понижается И ты лучше спишь То есть если До этого я Через 3 дня Уже просыпался 4 часа поспав То сейчас Такое происходит На 8 день На 9 день То есть уже В принципе Можно на диете Сидеть На этом БАДе А дальше Все равно Сон нарушается То есть даже БАД не спасает Потому что Слишком долгий Цикл Голода Нехватки калорий И третий То есть второй плюс То что я нашел Этот БАД Иначе бы Я просто уже Я уже бросил Как бы Отчаялся Уже бросил Как бы эту диету Потому что Ну блять Сон так сильно нарушается Что просто Невыносимо сидеть И начал гуглить Просто что Что может помочь И опять-таки Качки Один качок У меня как раз Таки известный На ютюбе Он посоветовал То что Он говорит Ашваганду Употребляю И суперспокойный Стал И легко Как бы Худеется На дефиците калорий Вот И второй Третий минус Ой Третий плюс Это уже получается У нас Вес ушел навсегда То есть Когда ты считаешь Калорий Ты Калорий Ты на 100% Уверен Что вес не вернется Вот Вообще никак Не может вес вернуться Потому что у тебя привычка Я не могу ничего съесть Теперь Не посчитав калории Да То есть Так же как водитель Он знает Когда переключать передачу Так же и я Просто На весы кинул Быстренько посчитал И вес он никак Не вернется Просто физически Он не может вернуться Понимаете Это невозможно То есть Это самый четкий И надежный способ похудения Вот И Вес ушел навсегда Это третий плюс Я считаю Потому что если Интервальное голодание Не считать калорий По доктору Бергу То ты Не считая калорий Ты на интервальном Голодании Скинешь неважный килограмм За неделю Потом ты все равно Это все отъешь Потому что ты не считаешь калории Ты не знаешь Сколько ты съел 100 калорий Переел Все Это в жир пошло Понимаете Поэтому Именно этот способ Позволяет Зафиксировать результат Нас всегда Это очень важно Поэтому я именно этот способ Всем рекомендую Вот Ну как бы Вот это основные Плюсы и минусы Я описал Что я делаю Я описал Как бы Думаю Все понятно Если что-то непонятно Можете там в комментариях Задать вопрос Какой-то В общем Главный посыл такой Что развивайтесь Ничего не бойтесь Хватит смотреть Дегенеративную хуйню Там цех Цеховиков Блять У вас есть ваше тело Ваша жизнь То есть Пейте виски Садитесь на диету Снова пейте виски Садитесь на диету Как бы Джонни Уокер Там Десятилетний Все дела Как бы Можно не только В камышах Деградировать Но и развиваться Всем покедов Успехов Пис Удачи